Материальное благополучие – это основа, фундамент человеческого бытия. Человек живет хлебом единым только в условиях, когда хлеба нет. Абрахам Маслоу. Теория иерархии потребностей. Три человека, А, Н и З, решили, что именно они, как никто другой, достойны счастья и свободы, и ринулись в бой за свои идеалы. Задача обрести финансовую независимость казалась невыполнимой и сложной. Каждый пошел к ее реализации своим собственным путем. Более 10 лет Эй гнул спину на производстве, работая по найму. Он сменил десятки профессий, пройдя путь от чернорабочего до менеджера высшего звена. Его доходы росли, но росли и расходы. А главное, он чувствовал свою зависимость от работодателя. Он не мог наслаждаться жизнью, будучи вынужденным бежать на работу каждое утро. Хотелось ему этого или же нет. Когда в жизнь Эй пришел интернет, и благодаря удачному стечению обстоятельств он открыл для себя мир электронной коммерции, ему потребовалось еще 10 лет, чтобы к 35 годам построить, наконец, свой собственный бизнес. Бизнес в интернете, который сегодня приносит ему порядка 15-20 тысяч долларов ежемесячно, требуя от него самого совершенно незначительных усилий. Эй обрел свой фундамент, став счастливым, самодостаточным и финансово независимым человеком, но потратил на это половину своей жизни. Его друг Энн, еще школьником, повстречав Эй на просторах всемирной паутины и изучив жизненный путь Эй, решил не тратить времени понапрасну, двигаясь окольными путями, работая по найму и участвуя в крысиных бегах. Он начал с самого короткого и действенного способа – построения собственного бизнеса в сети интернет. К своим 22 годам этот все еще молодой человек добился многого – всего того, что имел Эй в 35. Сегодня Энн, едва вступивший во взрослую жизнь, ни дня не работавший на дядю, имеет свои 15-20 тысяч долларов в месяц, занимается интересным творческим делом и наслаждается жизнью на полную катушку. И проживший половину жизни Эй, и его молодой друг Энн обрели свой финансовый материальный фундамент в виртуальной сети интернет, откуда и выкачивают денежки, не утруждая себя ежедневной ходьбой на работу. Ненастоящая с точки зрения большинства обывателей сеть приносит им вполне настоящие реальные деньги. Достаточно крупные деньги. Так не бывает, воскликните вы. Бывает. Ведь и Эй, и Энн – вполне реальные люди, а не вымышленные персонажи. Подождите, а что же случилось с нашим героем по имени Зет? Куда он пропал и почему в списке счастливых и финансово-независимых людей он не значится? Увы. Но Зет не верит в то, что интернет способен приносить деньги. Он, как и 20 лет назад, пробует ковать свое счастье в реале. Он окончил школу, затем институт, после чего получил неплохую должность в какой-то юридической конторе. Живет Зет, как и 20 лет назад, от получки до аванса. Имеет несколько непогашенных кредитов. Раньше снимал квартиру, теперь прикупил собственную комнатку в коммуналке. Есть некоторая уверенность, что ближе к пенсии он сможет таки приобрести однокомнатную хрущевку по ипотеке. Что, впрочем, еще далеко не факт. Но в миф о заработках через интернет наш Зет по-прежнему не верит. Тратить свое время на подобные глупости он не намерен. А твердо намерен прожить жизнь, как все. И закончить ее там же, где все. На городском кладбище. Так и не поняв, что жизнь нам дается совсем не для того, чтобы всю ее без остатка отработать на дядю. Так и не достигнув даже самой первой цели – финансовой независимости и материального благополучия.